ну что прекрасные мои я вас приветствую жарко приветствую вас мы сегодня с вами смотрим интересную тему тема у нас касается трансформации ты до во время и после трансформации для чего мы будем делать с вами такую тему мы будем с вами проводить краткую диагностику для того чтобы вы понимали закончена какая-то ваша трансформация какую трансформацию прошли и на самом деле вам уже туда возвращаться не нужно что вы осознали или не осознали сегодня у нас поработает колода сахарный череп она у меня новая я на ней еще не работала большая конечно не очень удобно ее словать но она очень красочная красивая она просто очень просто и конкретно отвечает то есть вот самую суть без размазывания без долгих хождений и надеюсь что и данный расклад она нам проведет в таком же ключе у нас с вами будет как всегда три варианта и собственно говоря собственно говоря пока наверное мы все так вот и оставим моя благодарность вам за вашу обратную связь за ваши теплые слова за то что благодарите за то что откликается за то что берете умеете взять и скажем так использовать для себя нужную информацию это на самом деле очень здорово потому что я понимаю что движусь двигаюсь движусь иду иду плыву теку в правильном направлении по своей колее реке жизни да по своему пути и собственно говоря мы с вами в таком синхроне и тандеме я вам что-то подсвечиваю вы это берете да и используете в своей жизни и это очень здорово и так что мы с вами делаем мы с вами сейчас будем по трем картам смотреть куда же куда же вас завела ваша трансформация ну какая то такая давайте давайте самую основную посмотрим конечно там сопутствующих таких моментов по трансформации может быть действительно много разных заковырок трудностей но мы прям суть посмотрим я думаю чтобы вам было понятно и чтобы мы с вами не растягивали хотя я всегда говорю долго и много но хочу стараюсь уложиться там до приблизительно в час чуть чуть больше на три варианта думаю нормально ну ладно что начинаем 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 первый вариант скорее всего ваша трансформация будет начинаться именно через отношения это прям вот скорее всего точно то есть вы начнете проходить трансформационные процессы находясь или выходя из отношений ладно будем смотреть я думаю достаточно колоду я подготавливала просто правда им сложно тусовать давайте мы с вами смотрим в ваша начала трансформации что ей предшествовало с чем вы в нее вообще пошли да в каком может быть состоянии какая ситуация произошла что вы попали в какую-то свою внутреннюю трансформацию вот это период сам трансформационный для вас то есть что происходило во время этой трансформации и вот здесь чем вы вышли из этой трансформации вышли ли вы давайте для начала да и с чем вы вышли восьмерка мечей говорит нам о том что вы сыграли скажем так сыграли до метафорически вы сделали ставку и эта ставка там допустим на отношения на брак возможно на построение семейных каких-то ценностей к которые в вас были заложены или хотели очень сильно да найти человека партнера но что-то мне подсказывают что искали вы скорее всего защиту опору поддержку потому что у меня идет отсылка все-таки о безопасности не хватало безопасности и вы ее искали именно в отношениях в мужчине потому что скорее всего в своих каких-то детско-ротических отношениях в этой безопасности не слышал не чувствовали от слова совсем поэтому или будете убегать хотели убежать до в брак в отношениях возможно скорее всего даже и убежали в какой-то период вот чем это для вас закончилась не знаю но просто там очень такие характерные карты ладно давайте посмотрим да смотрите ваша трансформация началась с того что по всей вероятности вы стали рассматривать для себя какие-то новые возможности горизонты мне все-таки здесь больше идут моменты вступления в брак или желание вступить в брак да ну как бы момент все семейных каких-то ценностей здесь идет то есть вы считали что выйдя замуж возможно вы станете самостоятельной относительно настолько насколько это возможно да и а перед вами откроются какие-то новые возможности то есть вы были готовы распрощаться скажем так со своей чем-то с юноши с юноши тью своей что-то у меня с языком случилось ну не с языком а с речью смотрите королева пентакли да у вас был была очень большая ставка на ваше какое-то возможно семейное положение очень хотелось быть допустим супругой хранительницы очага очень хотелось быть там ну для кого-то мамой не мамой каждый будет по-разному но всегда пентаклиевая королева это там хозяйка хозяйка в своем доме хозяйка которую ценят любят и соответственно она тоже в этой роли очень себя комфортно чувствует и кто-то возможно не рассматривал изначально да в период жизни такую как бы прям там карьеру особо да или какую-то там социализацию такую знаете там с карьерным ростом вы могли выучиться и работать но все-таки ваш акцент да он был сделан на поиск видите вот здесь королева пентакли она вот сидит со своим со своим пентакликом со своей как бы вот ценностью со своими какими-то мечтами она здесь их очень ценит любит и она смотрит вот вперед она как бы в поиске она ищет да она открыта то есть как же собственно говоря я смогу осуществить свои желания в этой жизни что еще по этой карте могу сказать женщина конечно вы у нас не из разряда подарю тебе звезды и небо да вы все-таки любите какие-то реальные действия ваш адрес пентакликовая королева она любит подарки она любит внимание но подарки в каком плане чтобы они действительно были какими-то материальными чтобы они действительно приносили вам пользу или каким-то образом подчеркивали вашу статусность ну то есть здесь все-таки если в вас это не проявлено было ну скорее всего расклад немножко не о вас потому что здесь именно да смотрите как вы были внутренне очень сильно настроены на достижение своих целей или своей цели но что еще хочу сказать здесь были определенные внутренние конфликты которые возможно вы не осознавали потому что это было течение течение прошлого да это были родовые программы которые скорее всего на вас влияли это конфликты касательно конкуренции это как на не были возможно неосознанны вас да то есть вы видели возможно эту модель поведения потому что смотрите как здесь девушка смотрит на своих родителей она оглядывается это шестерка кубков это родовая карта еще ее можно почитать да и соответственно здесь не руководили родовые программы родовые ценности выйти замуж родить допустим там детей да чтобы мужчина обеспечивала женщина была хранительница очага вот здесь вот этот акцент и и возможно вы занимались и другой частью своей жизни безусловно но именно вот эта ситуация она начала вас вводить в какую-то вашу определенную трансформацию смотрите семерка кубков говорит о том что у вас была определенная романтизация отношений мужчин представление семейной жизни у вас была какая-то идеальная картинка вы преследовали достаточно большое количество целей возможно даже вы где-то могли проманипулировать прохитрить да то есть женщина должна быть хитрая мудрая там еще что-то с этой с этой серии уследовали вы этому или не следовали но тем не менее очень много вот этих вот каких-то идеальных якобы моментов которые или вы наоборот оглядывались на своих родителей обратная сторона медали и говорили о блин нет я так не хочу у меня вот есть какое-то свое представление об этой жизни у меня есть какие-то свои идеалы я хочу их воплотить я вижу семью абсолютно по-другому но смотрите что здесь на самом деле я еще по этим картам слышу вижу здесь еще идет очень сильный акцент на то что на самом деле какую-то определенную вашу статусность определенное ваше благосостояние да дело ли ставку скорее всего на мужчину ну то есть что я буду заниматься домом бы там возможно где-то работать но мое благосостояние будет обеспечивать допустим партнер то есть это где-то были ваши возможно скрытые выгоды ваши возможно скрытые желания в которых вы может быть себе признавались может быть не признавались это такое проявление теневой стороны да то есть была какая-то личная выгода для вас в том чтобы вступить в отношения что мужчина допустим даст вам какой-то статус определенный помните раньше нам навязывали и говорили очень часто это шло из семей что если замуж не выйдешь то собственно говоря ты как бы вроде и не человек по сути кому-то вообще нужна помните вот такие всякие разговорчики или спрашивали мамины подруги там особенно знакомые ну что ты замуж уже вышла ну что ты там уже себе нашла кого-то ну что там уже жених то есть она порой а дети когда а чесики то тикают а что ты не выходишь замуж и это было сплошь и рядом и если вдруг женщина не обретала вот этот вот статус все она ни к чему она там какая-то не такая сразу у нее да зацепила кого-то девочки у меня все моментально перехватила горло где-то кого-то я скорее всего больное место да попала в больную точку или где-то было непринятие теневых сторон то есть вам казалось что у вас просто белейшие помыслы да относительно семьи и брака слушайте это нормально мы всегда преследуем личную выгоду вот вот запомните всегда любой человек изначально будет преследовать какие-то свои личные выгоды это проявление где-то теневой части здесь и при этом что хочу сказать что хочу сказать очень сильно знаете могли вкладываться в надежде на то что вам будет отдача от этих отношений от мужчины там какие-то подарки изобильность статус там ну не знаю я так понимаю ожидания не оправдались потому что семерка кубков эта карта иллюзий то есть не оправдались ожидания и что получилось и вместо королевы пентакли мы были в позиции пожар хотела уже камеру отключать думала сейчас не прокашляюсь смотрите мы были в позиции пожар то есть это далеко не королева это всего лишь паш вы видели достаточно маленькую обратную связь вас абсолютно не устраивало ваши цели они не сходились с реальной картинкой скорее всего начались определенные претензии конфликты вот это ваша луна до претензии конфликты потому что вы-то хотели по-другому в вашей голове то сложилась совершенно другая картина и скорее всего человек не отвечал последствии тем запросам которые у вас были того чего вы хотели конечно же ладно я могу еще сказать что здесь возможно кто-то вышел из отношений там развелся потому что здесь я чувствую карту справедливости но чувствую энергии этой карты я и пока не вытянула да видите неоправданные ожидания то что я сказала в принципе это можно и без карт карта башни говорит о том что здесь скорее всего все что выстроено на каких-то вот подсознательных родовых программах и иллюзиях и так далее и тому подобное но долго не просуществует оно могло существовать какое-то время на вас да то есть вы были как фундамент вообще у меня ощущение что здесь семью хотели только вы и семьей старались заниматься только вы я так понимаю другому человеку это было не особо то и надо и он преследовал какие-то абсолютно свои цели это то что предшествовало ситуации я могу здесь подозревать что из развод что в развод вы вошли и скорее всего попали в материальную затруднительную ситуацию впоследствии здесь было достаточно серьезное внутреннее становление себя вот ваш пашкуков это кстати еще может могут быть и дети то фили с ребенком вышли из отношений или с детьми если детей нет это говорит о том что где-то присутствовала вот это вот знаете детская инфантильность внутри вас и вы скорее всего не может и себе искали да вот эту именно защиту опору но так как жизнь будет вас ставить в состояние выводить состояние взрослого зрелого человека как личности да вот этот вот период пажа кубка вам будет даваться очень тяжело потому что вы в этой трансформации будете взрослеть мои прекрасные взрослеть будете тяжело будете смотреть на этот мир с опаской с агрессией он будет для вас небезопасен вам будет очень сложно себя поднимать восстанавливать да возвращать какую-то свою ценность и это будет работа и работа это будет для вас трудоемкая достаточно серьезная то есть вам специально дадут отношения которые не оправдают ваши ожидания потому что вы в эти отношения вошли пажом кубков понимаете то есть вы в отношения вошли маленькой девочкой и конечно же конечно же если бы вам мужчина все все это давал вы бы не стали той кем вы являетесь на данный момент то есть вы бы не стали взрослой самодостаточной возможно да ценной для себя женщиной личности у мужчин то же самое вы будете или встреча или встретите женщину как мамочка понимаете и вас она в итоге настолько вам станет душно что вы просто убежите она будет вас давить и подавлять женщины та же самая история встретите папочку который скорее всего в кавычках будет достаточно жесткий будет достаточно абьюзивный будет будет вас подавлять сжимать потому что вы должны восьмерка мечей говорит о внутренних ограничениях да внутренне ограниченный ребенок рано или поздно должен повзрослеть вот эти все ограничения они должны уйти и не важно сколько вам было лет да вы могли действительно по возрасту быть еще молоды да действительно но иногда у нас возраст приходит один к сожалению иногда и в 30 лет мы себя внутри чувствуем как паш кубков да не берем ответственность многие кстати в этой позиции и живут и собственно говоря находят там для себя какие-то плюсы и не хотят ничего менять конечно мы должны сохранять своего внутреннего ребенка и без и заботиться о нем но все-таки у нас должен родиться внутри внутренний взрослый это очень важно и вот этот вот путь он и именно будет путем становления здесь скорее всего вы что-то или будете начинать с нуля какую-то деятельность будет развиваться ваша взрослость в этой трансформации вот это ваш путь он будет тернистый он будет сложный потому что вы будете сталкиваться с реалиями этого мира и скорее всего у вас какой-то начальный период будет ощущение знаете такое что несправедливо все все виноваты все вокруг меня вот как только у вас просыпается вот это вот ощущение что вокруг все виноваты эта позиция детская всегда себя за это как бы отлавливайте и у взрослого человека никто не виноват есть причина следственная связь он делал выборы он видел меня моя бабушка говорила видели глазки что брали теперь ешьте пока не повылазит понимаете то есть этой серии когда неудачно вышла замуж у меня тоже были неудачные отношения и это уже сказала мне моя мама из серии да доченька видели глазки что брали но собственно ешьте теперь пока не повылазит и ела и давилась и вот пока понимаете не пришел вот этот вот период что я сыта по горло что все у меня больше нет сил меня подавили подавили и там очень много было разных последствий я думаю очень многие женщины проходили через абьюзивные отношения не все но многие башню мне постоянно сигналит я ее достану потому что а здесь все-таки говорится о том что вы рушились ваши представления рушились ваши мечты детские какие-то романтизированные рушилась ваше представление о счастливой какой-то семейной жизни которую вы себе видели вы меняли мировоззрение в этой трансформации еще раз говорю далась она вам тяжело потому что вы обретали ценность себя вы обретали ценность труда какого-то своего вам нужно было встать на ноги самостоятельно без помощи кого-либо могли ли вы это сделать в партнерстве да могли если бы изначально пошли на равных правах но здесь все таки как не крутите у вас проседал этот момент вот он проседал было больше надежд на мужчину поэтому я не говорю что их не должно быть но когда мы идем из взрослой позиции все таки там уже выстраивается другая картина отношений более здравая что ли и вот здесь мы все-таки должны выйти из детско-родительских отношений понимаете чтобы пойти во взрослые отношения здоровые в качественные из детско-родительских нужно выйти это очень важно нужно степарироваться отпустить родителей позволить им быть такими какими есть хорошо помогает практика расстановка только расстановщик должен быть грамотный а так в целом замечательная практика очень помогает вырасти внутри так вот обрести своего внутреннего взрослого разрушалась здесь капитально вообще все и на материалке все скорее всего жизнь ваша поменялась чем это все закончилось я могу предположить что вы уехали из того места где жили переехали возможно поменяли гео локацию квартиру дом место жительства город область страну то есть здесь могли поменять но вы точно делали какое-то перемещение из точки а в точку б и это было период такой тоже очень важный в вашей трансформации вам нужно было поменять обязательно место жительства в любом случае неважно микро или макро это произошло да но в любом случае нужно было вам нужно было выйти из вот этих всех своих иллюзий для того что там карта солнца мне мелькала да для того чтобы вы ясно видели вообще этот мир эту картину скорее всего вы тут стали еще в себе копаться заниматься потому что вот этот пашкубков вы вам уже самим было в нем очень тесно сидеть я понимаю да вы возможно психовали даже где-то внутри что почему ваши ожидания не оправдываются и тут просто нужно брать в свои руки да и оправдывать свои ожидания самостоятельность из этой серии я думаю вы к этому пришли вы это осознали или осознаете на данный момент у кого трансформация сейчас происходит да вот он ваш условно дьявол это определенная карта которая очень многогранная она про очень много разных вещей да это вот постановление цели и все-таки принятие того что по дьяволу это принятие своих теневых сторон вот здесь об этом да то есть да я хотела вот возможно давайте грубо очень скажу там выехать за счет мужчины я хотела там качество своей жизни поменять я хотела чувство безопасность это неплохо это хорошо главное это внутри себя осознавать они кричать что о нет нет вы что я просто хотела семью я просто хотела быть хорошей женщины хотели но имели личные выгоды все все я кстати в итоге вот здесь то любви не увидела понимаете по факту вы-то ее хотели но вот в этих отношениях я ее не увидела вот королева пентакли увидела понимаете желание материальные основы стабильности под ногами в браке это тоже нормально но это проявление теневой стороны это просто вы принимаете внутри себя это как есть вы без иллюзий смотрите на себя понимаете у вас есть и хорошие качества и не очень и это нормально и слава богу что сейчас это все работает с этим всем работается объясняется и вот как только вы примете здесь свои теневые какие-то проявления я скорее всего предполагаю что да трансформация та ваша у вас поменяется качество мужчин давайте для начала так как только вы примете свои теневые стороны искр из королей кубков которые мужчины мошенники обманники обманнике понятно обманщики абьюзеры эмоциональные потому что короле кубков часто могут быть истериками это мужчины с зависимостями которые выпивают и еще возможно не только выпивают а еще что-то делают это слабый мужчина это мужчины где вы из вместо королевы пентакли будете просто понимаете королем пентакли императором в одном лице да и вы будете постоянно конкурировать с ним и говорить, да что ж ты, елки-палки, ничего не делаешь, да, почему ты не обеспечиваешь мне мою безопасность. То есть вы будете психовать, и карта неоправданных ожиданий будет вам об этом постоянно транслировать. Ну, карта ваших неоправданных ожиданий, ваши неоправданные ожидания будут постоянно вам подъедать, что все не так, как вы хотите, да, все не так, как вы хотите, все не получается, все не так, как планировалось по семерке кубков. Ну, иллюзорно планировалось, но планировалось. И здесь получается, как только вы принимаете, что происходит, ваша трансформация, скорее всего, должна закончиться, по идее, потому что выходите вы уже с внутренним фонарем, это отшельник, это карта духовного поиска, вы начнете копаться в себе. Трансформация была для того, чтобы вы выросли, выросло ваше сознание, выросла ваша самооценка, самодостаточность, чтобы вы ни от кого и ни от чего не зависели в этой жизни, ни духовно, ни материально, чтобы вы по дьяволу убрали все свои привязки, чтобы вы не привязывались к мужикам, к деньгам, к людям, чтобы вы этого всего достигали при желании, чтобы вы это все притягивали, если вам это нужно, но отпускали, если оно уходит. То есть не пытались притягивать людей для того, чтобы они могут вам исполнять ваши желания, когда вы этого не требуете, когда вы этого не жаждете, когда вы не кричите, вот я хочу вот так и больше я никак не хочу, когда мы отпускаем. Вот обратите внимание, мы бывает что-то загадали, отпустили, забыли вообще, вот абсолютно прям занимаемся чем-то другим и просто понимаем, что наши желания исполняются тогда, когда мы за них не держимся. У нас могут быть цели, цели в бизнесе, в работе, в карьере, они могут быть, и мы к ним планомерно идем, но без фанатизма, понимаете, без фанатизма. Тогда мы все достигаем достаточно легко, без каких-либо вот этих внутренних конфликтов, противостояний, что там стена, а мы просто рогом уперлись в эту стену и, понимаете, пытаемся ее пробить. Ну, нас, скорее всего, в любом случае развернут или мы упремся в тупик. И я не удивлюсь, если здесь и работа с психологами была, работа с собой, изучение. Вы смотрите этот расклад, это уже не просто так о многом говорит, да, то есть вы, скорее всего, стали разбираться, искать ответы, почему же так, почему же так, что же вот, почему же так несправедливо, потому что карту справедливости, вот я в упор ее чувствую. Вы считали, что это несправедливо, вам очень как будто бы тяжело все, да почему мне все тяжело дается, почему кто-то строит отношения, а вот я не могу. Во-первых, родовые программы очень тянут. Во-вторых, скорее всего, кармическая задача будет именно в том, чтобы из чувства самодостаточности выстраивать уже отношения, идти в партнерство, гармоничное, понимаете. И здесь как раз-таки из пожа, ну, сказала, да, десятка кубков, это гармоничный союз, это семья уже. И вы, скорее всего, вы тяжело к этому придете, вы тяжело к этому очень сильно придете, и вам будет достаточно сложно работать над собой, потому что работать с теневыми сторонами, в целом их принимать себе, это нужно вот так вот эго свое перековеркать, понимаете, чтобы принять, что да, блин, я такая, вот я такой вот, ну вот что вот, вот как вот, ну вот такой вот я человек, да, вот я могу быть и не очень хорошим, собственно говоря, могу быть, могу быть, вот, поэтому у вас там, кстати, из короля кубков, я не договорила, вы переходите на качество мужчин к короли Пентакли. И вот здесь, мои прекрасные, изначально-то ваше желание быть королевой Пентакли, оно постепенно перемещается вот сюда, и вам встречаются короли Пентакли. Но, к сожалению, путь этот у вас, он очень такой, понимаете, через внутреннее становление. И как только, как только в вас это становление, вот эта трансформация, принятие и взросление себя происходит по 15-му аркану, да, мы принимаем все свои потаенные желания, мы обретаем, наконец-то, вот этот вот духовный свой, какую-то осознанность определенную, да, мы обретаем свой внутренний фонарик, мы уже идем к целям самостоятельно, не за счет кого-то или как-то, а сами. Мы уже не ждем, и у нас нет романтизации, там, отношений с семьей, мы уже понимаем, что это труд определенный, да, что и женщина вносит большой вклад, и мужчина вносит большой вклад. Но я вот здесь понимаю, да, что здесь вот такой тонкий ледок, и кто-то может это воспринять информацию как немножко искаженно, но, опять же таки, смотрите, я могу сейчас задевать какие-то ваши теневые стороны, вы будете раздражаться, можете раздражаться, вам может быть некомфортно, вы можете войти в состояние внутреннего конфликта и говорить, да я душу отдала в этих отношениях, я выложилась по полной, да, а получила этого пажа, который там вообще меня никак не радовал, да, то есть это был мизер по сравнению с тем, что я отдала. Так вот, смотрите, тень заключается в том, это корысть, я даю, чтобы что-то получить. Да, это в какой-то степени может быть равный энергообмен, но когда вы корыстные цели не преследуете, тогда это равный обмен. Это равный обмен прежде всего не с людьми, а со Вселенной. Вселенной должно быть выгодно вам что-то дать, и если вы это даете из корысти, чтобы что-то получить, именно себе только лишь личную выгоду, она имеет место быть, но второстепенная, тогда, скорее всего, вы получите мизер из своих желаний и там чего-чего вы хотели. Но как только вы поставите для себя определенное понимание, зачем, то есть, смотрите, скорее всего, вырастите до понимания того, что мне как в отношениях хорошо, так и не в отношениях тоже комфортно. То есть я могу входить в отношения, потому что мне это, допустим, хочется интересно и мне классно с каким-то человеком, вот суть уловите, да, или я вхожу в отношения, потому что мне нужно, чтобы кто-то мне материально помогал, чтобы кто-то меня поддержил, это все будет в отношениях, это нормально. Но вот, понимаете, формулировка вопроса, формулировка намерения, она меняется. Вот я об этом. А то, что вы желаете, это хорошо, это нормально, это естественные желания, но формулировка должна поменяться. Я могу все это дать себе сама прежде всего, а не требуя от кого-то давая что-то и требуя, дай же мне же, скорее же, мой кусок, который я заслужила, это про заслуживание, про корыстное заслуживание. А если ты мне ничего не даешь, я ничего делать для тебя не буду. А любовь-то здесь где? Это такие теневые моменты, и колода, я понимаю, чувствую по работе теневая, и вытягивает теневые штучки, прям вот, интересно, она раскрылась, теневые всякие фиговинки вытаскивает. Ваша трансформация закончится, когда вы сами станете вот этой королевой Пентакли без помощи кого-либо. Через свою тройку Пентакли, через свой труд, когда вы себя выстроите сами, без чьей-либо помощи, вы тогда сможете осуществить все те желания, семьи, допустим, которые вы хотели, хороших, качественных отношений, вот ваша десятка кубков, видите? И вот здесь как раз-таки отсутствие вот этого вот страха того, что вы в какой-то период будете одни, потому что здесь может быть страх одиночества, ощущение, что я никому не нужна и не важна, да, это будет возвращение ценности себя, и я важна и нужна прежде всего себе. Ваша трансформация, она именно о ценности себя, как в отношениях, так и без них. Теневые моменты подсветила. Если что-то, что вам сейчас нужно осознать, может быть… А, давайте я спрошу, закончилась ли ваша трансформация? Закончилась ли ваша трансформация? Вот, смотрите, вот как ее читать? Трансформация. Закончилась ли ваша трансформация? Трансформация. Понятно. Карта смерти. Но это еще и карта завершения. Давайте я дополню. Вот это по факту ваша действительно трансформация. Проходить вы ее будете через отношения. Я сказала, вы будете менять отношения к себе, и будет меняться качество отношений. Ну, это кипофакту. Закончили ли вы ее? В любом случае у вас произошли перемены. Мы посмотрим, какого качества. Хорошего. Хорошего, прекрасного качества. По десятке пентаклей вы осознали, я уверена, что вы осознали, внутри себя где-то, что вы и сами вообще на самом-то деле на коне, да, можете быть, и вам не обязательно, чтобы кто-то там вас поддерживал. Вы прекрасно можете поддержать сами себя. Вы прекрасно знаете свою ценность как женщины. Вы прекрасно знаете, что отношения с вами, это поистине, могут быть и классными, и комфортными, потому что вам действительно есть что дать в этих отношениях. Вы можете действительно и заботиться классно, и любить искренне, только когда вы проходите вот свои, понимаете, проверку на эго, проверку на теневые стороны. Возвращаете себе свою именно ценность, берете свои теневые качества и светлые качества и интегрируете это все в десятку пентаклей. Прекрасно, прекрасно. У вас еще там и творчество раскрывается, вы еще и на реализацию через эту трансформацию свою выходите, потому что там звезду мне подсвечивали. Так, я таки не услышала трансформацию-то вы свою закончили, но в целом как бы закончили, но у кого-то переход мог затянуться. Вот если остаются претензии к мужчинам, то переход будет затянут у кого-то. Если претензий уже не осталось вообще никаких, вы прекрасно понимаете, для чего вам притягивались эти мужчины, для чего я рассказала именно такого качества. Это, кстати, родовая программа, к вашим мамам и бабушкам могло притягиваться то же самое, могли притягиваться такие же самые мужчины. Очень слабые, там женоподобные, там ничего делать не хотели, ленивые какие-то, выпивать любят, знаете. Ну, то есть, они вам всячески показывали, чтобы вы сначала свою самодостаточность поправили, а потом уже шли в отношения. Вот, кто-то вот здесь, возможно, еще пока плохо относится и к ситуациям, и к мужчинам, затаенная обида, злоба сидит, вот там, конечно, будет затянувшееся, и, скорее всего, будете ходить по кругу таких отношений, и кто-то может от них даже отказаться вообще и сказать, что все мужики с во, ко, ка и кака и так далее, и тому подобное, в отношения больше вообще не пойду, достойных нет. И вот здесь вот вопрос всегда у меня задаем себе, а я достойна? А я достойна другого качества мужчин? А я вообще, чего я достойна? У нас разорванная реальность, мы о себе какие-то иллюзии питаем, а по факту совершенно другая картина. Или я на самом деле себя ценю, уважаю и готова идти в отношения, потому что я знаю, что я уже другой человек, и отношения уже будут другие. А то, что будет притягиваться из старого, оно мне просто не нужно. Я от этого буду уходить сразу. Все. Я просто взяла опыт, я знаю, что я больше таких отношений не хочу, я знаю, что я самодостаточная, и по восьмерке кубков я или найду своего партнера, или мой партнер меня найдет, или вы уже своего партнера нашли. Тут вот у каждого проиграется по-своему. Вот такой был первый, второй. Спасибо. 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 Мы с вами смотрим три этапа вашей трансформации. С чем вошли в трансформацию? Серединный путь. Чем закончилось? С чем вышли? Как вышли? Вышли ли? Вы в переходе. У вас какая-то очередная трансформация, мягкая, не мягкая, не знаю. Вот он, переход. Вот двойка Пентакли. Часто карта перехода из одного состояния в другое состояние. Карта силы там нам еще подсвечивает. То есть, возможно, вы знаете, сейчас вам так правильно скажу, обретаете силу внутри. Что значит обретаете силу внутри? У нас понятие силы вообще такое многогранное. Я много раз об этом говорила. Обретение своей силы – это когда вы в себе уверены, когда вы прям вот чувствуете вот эту уверенность внутри относительно, да неважно вообще чего в жизни, вы ее очень сильно чувствуете. Чувствуете силу, например, в том, что вы классный специалист. Чувствуете, например, свою силу в том, что вы там что-то можете, да, и вы знаете, что вы это сделаете классно. То есть чувствуете свою силу именно, например, я не знаю, в практиках там в каких-то. Чувствуете силу внутри, как принятие каких-то родовых моментов. Ну, силу осознанности чувствуете, да, силу осознания чего-либо, себя там прежде всего, да, чувствуете силу уверенности в данном моменте своей жизни и понимаете, что что бы там дальше не произошло, вы себя уверенно чувствуете. То есть, смотрите, вы из… Кстати, у вас еще может меняться здесь мировоззрение, меняться мышление, потому что здесь по двойке Пентакли очень грустная у него, очень грустный черепок, то есть это когда мы все видели в негативном свете, когда на любое положительное, на любой положительный прогноз мы говорили с сарказмом, что до нихрена так вообще не бывает, да, и все всегда только плохо и ужасно. Не бывает, в комментариях пишут, что что вы вообще рассказываете, здесь только ад на земле. Ну вот думаю, ну вот прекрасно, вот для человека здесь, понимаете, все вот только так. И вот пока он так думает, у него так и будет. То есть по-другому ничего не изменится. Наша, вот смотрите, самая большая сила во нашем внимании. Куда ваше внимание? Собственно говоря, там и вся энергия. Вот если энергия и внимание в негатив, в страхе, в то, что капец, все пропало, все по-другому быть уже не может, все очень плохо, заранее еще не узнав даже, что там на самом деле. И понимание и фокус внимания, смотрите, вот здесь уже интерес, здесь уже удивление, здесь уже более позитивно, здесь уже улыбается черепок. То есть смотрите, мы из какого состояния входим в какое состояние, в какое состояние, да, в позитивное большее состояние. Здесь у нас уже появляются радости жизни, мы уже учимся видеть ситуации, как уроки, брать из них плюшки, брать из них энергию. То есть уже мы у нас, вы понимаете, мы уже не просто сидим на коне, мы на нем стоим, ну, то есть мы уже чувствуем опору под ногами из своих каких-то новых убеждений, из своего нового видения, то есть мы выстроили себе уже что-то здесь, да, то есть уже у нас есть какая-то опора, мы на что-то опираемся, и вот, собственно говоря, входим в свою силу, в свою внутреннюю мощь. Это классно на самом деле, это хорошие такие все моменты, и они будут вам очень поддерживать вас, вот эта опора на себя, да, на свое какое-то видение будет вас очень сильно поддерживать. С чем войдете? Войдете с очень сильным сопротивлением просто всему, в трансформацию войдете, вы будете вообще не согласны, у вас будет полный протест, вообще, какого я сюда пришел, пришла, вообще, зачем я здесь, почему, для чего. В общем, вы будете противостоять всему, потому что здесь еще вас окружают лисы, скорее всего, вас будут окружать очень нехорошие люди, люди, которые плетут интриги за вашей спиной, люди, которые с вами нечестны, это прошлое мы смотрим, это с тем, с чем вы вошли в трансформацию, да, то есть вы себя будете, вы смотрите, здесь все лисы, а вы себя будете чувствовать конем, ну, белой вороной, да, ну, здесь вот конь, вы себя будете чувствовать вообще не в своей тарелке, я не знаю, не в своем, не со своими людьми, а вообще вам будет непонятно, что вы тут делаете, почему вас окружают эти люди, эти родственники, эти близкие, там, партнеры, вообще, почему это все ко мне притягивается, то есть будет полнейший протест. Полнейший протест с ситуацией, полнейший протест с видением этого мира, такое будет желание нарушить систему, сделать не так, как сказали, все будете делать наперекор, то есть вам сказали, не делай так, вы сделаете, вам сказали, сделай так, вы не сделаете, то есть очень, это семерка жезлов, это тотальное противостояние всему, вся вообще миру, то есть вы от него будете сильно закрываться, вы будете не согласны с тем, что он вам дает, с тем, что он вам предоставляет, какие уроки, вы будете с ними не согласны, вам будет не нравиться, очень сильное недовольство, вот оно, вот ваша двойка Пентакли, недовольство всем, вся, всеми, миром, вы будете недовольны этим миром, он вам не будет нравиться, понимаете, вы будете его, вы раньше его считали очень для себя плохим, понимаете, небезопасным, некомфортным, агрессивным, вокруг одни обманщики, предатели, ну в общем, эго тут будет выплясывать вообще только в путь, очень сильно будет митинговать, вообще тут митинг страшный, вы будете митинговать относительно всего, вся, всех, и вот у вас такое будет очень сильное противостояние, вот ваш конфликт, вы будете конкурировать со всеми, вы будете всем все доказывать, вы будете спориться, вы будете кричать, что ваше мнение так таковое и больше другого быть не может, такова какова, понимаете, и все, и именно это запустит ваши перемены, именно тогда, когда вы достигнете пика несогласия внутри себя, пика конфликта какого-то, что да блин, да почему все так вообще, да, я не заслуживаю вообще ничего этого, я хочу, чтобы было все по-моему, я хочу, чтобы было все как мне нужно, именно это запустит перемены, ну вот она ваша трансформация, вот она, собственно говоря, запускается, но что мне не нравится в этом всем, в трансформацию вы войдете истощенными, и скорее всего она будет у вас долгая, мучительная, как агония, потому что энергии, ну как бы вы туда влетите в эту трансформацию, а энергии на прохождение будет очень мало, потому что у вас жесточайший ментал, который давит вашу энергетику еще плюс ко всему, ну якобы ваше критическое мышление, которое очень часто критическое в однобоком понятии и мешает нам, я предупреждаю, сразу колода раскрывается, с теневой стороны я вытягиваю всякие неприятные штуки, ну как оказывается по первому варианту, неожиданно я вытягиваю всякие теневые штуки, или ожиданно, не знаю, ладно, давайте, и вот эта вот карта говорит о том, что вы с вот этим багажом своих несогласий, всех мировоззрения и недовольства просто влетите, понимаете, на всех парах в эту трансформацию, сейчас мы посмотрим, какая она и в чем она будет заключаться, но вам даже это будет не нравиться, вы трансформации-то этой не будете сильно довольны, знаете, вот есть такие люди, человек недовольства, вот в какой-то период жизни вы были именно таким человеком, вот-вот все вам не нравилось, вот все вам было плохо, все вам были плохие, вот ты там такой-то, а это вообще бред, это гадость какая-то, вообще я бы так не сделала или не сделал, я бы сделал по-другому, но я сказала, да, очень сильно тотальное сопротивление, то есть вы мало того, что будете сопротивляться миру, людям, родителям, там будете спорить с друзьями, короче, с вами общаться будет очень тяжело, людям со стороны будет с вами очень тяжело, вы будете достаточно сварливым человеком, таким, знаете, такая старая сурливая бабка, метафорически, конечно, да, вы, может быть, и молодой человек, вот душнила такой будете, знаете, будете докапываться до всего, там, нет, объясни мне, нет, я с тобой не согласна, нет, докажи мне свою точку зрения, там, поэтому, особенно это будет у вас в отношениях, вы можете мозг вы есть чайной ложкой при желании, да, это ваша теневая часть, вы можете мертвого вообще достать, имейте это в виду, знаете, не знаете, но вы доколупистый человек, очень сильно, и раздражающий, то есть вы можете вот этими вот своими подкопами под кого-то, понимаете, очень противостоянием, что вы не согласны, вам нужно по-своему, вы можете очень сильно людей бесить этим, ну, и, соответственно, люди вас тоже, и вот эта вот ваша семерка жерлов, она будет вас сопровождать какой-то период вашего времени, какой точно не скажу, хорошо, так, 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 войдете вы здесь в трансформацию достаточно обесточенными, потому что у вас очень много уходило энергии на сопротивление всему, вся, ситуациям, людям, партнеры вам все не такие притягивались, или мужья там все были плохие, подружки какие-то, сволочи, предательницы там, то мужей ваших вам им было нужно, то сплетни они за вашей спиной разводят, короче, понимаете, да, смысл? Вы как будто бы это попало, да, лиса в курятник, короче, будет такое ощущение, будет такое ощущение, что вообще весь мир против вас, и вы одна против всего мира, или один, неважно, хорошо, но вы упорны, вы упорны, я вам хочу сказать, упрямство вам не занимайте, не занимайте по восьмерке пентаклей, вы очень человек, который целеустремлен во что бы то ни стало, да, хватает вас тут теневых каких-то моментов, но целеустремлены, упрямы, и это упрямство играет вам как в минус, так и плюс, и вот здесь все-таки достичь, когда вы уже осознали, скорее всего, возможно, поняли, что что-то в вашей жизни происходит не так, вы хотите изменить качество своей жизни, да, вы решили, что во что бы то ни стало, вы добьетесь своего, вы дойдете, вы измените, у вас получится, и скорее всего, вы начали над собой работать. Восьмерка пентаклей, тройка пентаклей, кстати, тоже схожа с первым вариантом, там тоже была троечка пентаклей, тройка пентаклей, шестерка жезлов, говорит о том, что во что бы то ни стало, вы дойдете, вы достигнете, вы выстроите то, что вам необходимо, вы заработаете, вы получите, ну, то есть, еще раз повторяю, целеустремленности вам не занимать. Будет меняться мышление, будет меняться мировоззрение, долго, нудно, кропотливо, изо дня в день вы будете здесь над собой работать, и работа будет идти серьезно, и я подозреваю, она идет и по сей день, потому что вы в моменте перехода, эти карты нам вышли, вы в моменте перехода. И что здесь, собственно говоря, у нас дальше, да, вы захотите нового в своей жизни, вы захотите новой жизни, новых людей, нового этапа, нового периода, новых земель захотите, да, новых городов, новых работ, хобби. Это когда человек просто, понимаете, вот здесь, кстати, что еще хочу сказать, вот по вот этой карте вы могли сдаться, сдаться в каком плане, не вот в плане того, что вы сдаетесь и у вас руки опускаются, вы могли сдаться в плане того, что, блин, ну вот, знаете, из серии пусть будет гречка, вот, да, говорят, не хочу гречку, мне подсовывают гречку, не хочу гречку, мне подсовывают гречку, там, да, там, ешь эту гречку, я не хочу, мне ее подсовывают. И вот здесь, скорее всего, было такое ощущение, что, блин, да чёрт с ней, с этой гречкой, пусть будет она, да, чёрт с ней, с этим там несогласием в моей жизни, блин, ну раз так уже, значит так пусть и будет, вот знаете, такое ощущение, что вы вот ничего, боретесь, боретесь, понимаете, а сделать ничего не можете, боретесь, боретесь, а толку нет, энергия уходит, а результата ноль. И вот это ощущение борьбы, иногда внутри себя нужно просто сдаться, сказать, блин, чёрт с ней, всё, вот как есть, пусть так и будет, всё, и приходит, когда такое в жизни происходит, вот такой момент, что всё, я больше не могу, я не могу, я сдаюсь условно, да, там временно, я опускаю руки, я больше не могу, не бороться, не отстаивать, не противостоять, не доказывать, больше не могу и не хочу. И именно в этот момент начинает входить новая жизнь, именно когда вы говорите, я согласна, я совсем, вообще совсем, что в моей жизни было, да, вот оно уже было, я его не могу изменить, да, приходит вот это осознание, что вы ничего там уже не можете поменять, пусть будет уже как есть, всё, тогда запускается период новых, новой работы, внутри постепенно начинает меняться мышление, вы понимаете, что жить можно по-другому, по-новому, да, такое, как открывается второе дыхание, и вот эта уже шестёрка жертвов, она вот сюда вот больше идёт, да, это вот уже тогда вы начинаете более осознанно работать, вы уже понимаете, ради чего вы это делаете, особенно если у вас уже были какие-то сподвижки, чего-то нового в жизни, вы поняли, как это классно на самом деле, и вы уже работаете усердно, вы уже видите, вы понимаете, ради чего вы это делаете, то есть всё, у вас уже вот здесь вы сдались и сказали, ай да блин, хай буду гречка, да, так ещё можно сказать, а здесь вы уже говорите, блин, всё, я понимаю, ради чего вообще я это всё делаю, ради чего я меняю свою жизнь, возможно, осознали причину-следственную связь, почему так происходило в моей жизни, да, что, может быть, не было доверия ко Вселенной, не понимала своих уроков, не понимала, почему там отношения такие, а не другие, ну, короче, вот это будет серединный путь, сейчас вы это делаете уже всё-таки более, знаете, так, воодушевлённо, вам уже интересно, здесь будут выходы с жертвы, вот она вот здесь будет сидеть, да за что мне всё это, да почему, здесь будет выход из жертвы и будет меняться мировоззрение, шут это всегда посмотреть наоборот, да, шут это всегда повернуть всё вверх ногами, увидеть всё в перевёрнутом свете, если вы повернётесь вообще, скажем так, вверх ногами встанете, мир перед вами встанет совершенно с другой стороны, с которой вы его не видели, и поэтому здесь будет работа именно изменения мышления, но, смотрите, работа долгая и работа кропотливая, потому что это рыцарь Пентакли, я не могу сказать, что вы очень быстро пройдёте, пролетите, потому что внутреннее чувство сопротивления будет включаться, это нормально, это не откаты, знаете, это просто как привычная модель поведения, которая будет вас всё время оттягивать в какой-то степени назад, и вам, ну, где-то будет достаточно ещё тяжело, да, то есть, смотрите, вот представьте, поезд мчится на полном ходу, да, экспресс, вот он летит просто как не знаю что, и вы резко нажимаете на стоп-кран и говорите, блин, всё, я так больше не хочу, но по инерции поезд ещё сунется, понимаете, вперёд, он ещё едет, и пока он затормозит и выберет новый маршрут, на это нужно промежуток времени, потому что это не так быстро, когда он на полном ходу будет нестись, понимаете, вы ещё какое-то время пооглядываетесь назад, видите, вы ещё пооглядываетесь, но я думаю, что ценность вашего пути вы всё-таки осознаете в конечном итоге и перестанете с ним бороться, тут очень важно перестать бороться, потому что борьба вас только заводит в тупик и очень сильно истощает, борьба жизни, ситуациям, людям, которые в вашу жизнь входят, особенно если уходят, и вы не согласны, вы не хотите кого-то отпускать, это вообще будет очень тяжело даваться, потому что на борьбу будет уходить очень много сил, у вас не будет оставаться сил на трансформацию, на реализацию, на поход к своим целям, потому что боретесь, потому что боретесь, и вам важно подслеживать, где вы боретесь с собой, ну до сих пор продолжаете бороться. Вот она пятёрка кубков, я ещё раз повторяю, вы здесь в процессе, вы здесь в процессе вот этого пути, и знаете, что самое интересное, где-то вы по пятёрке кубков всё-таки осознаете, что потеряли, возможно, где-то время упустили, да, что где-то, возможно, вы зря боролись, или не за тех боролись людей, да, там хотели, чтобы они остались в вашей жизни, или, ну как бы вы будете оглядываться на вот это прошлое, на своё, да, и как бы понимать, что, блин, я всё-таки вот могла же сделать по-другому, да, могла, блин, зараза, но не сделала, и часто бывает, нас внутренний критик грызёт, да, за то, что вот могла, но не сделала, почему не сделала, ну и там, собственно говоря, пошло-поехало, раскручивание на миксере. Так вот здесь как раз-таки истерии, что из трансформации вы выйдете немножечко с такой грустью какой-то, печалью, возможно, да, кто-то поймёт, сколько времени было упущено, кто-то поймёт, что, блин, да вообще ради чего я боролась или боролся, зачем я вообще всё это делала, можно было всё по-другому, да, уже с новым осознанием, уже с новым каким-то понятием, что, а можете, знаете, где-то сожалевать, что лишний раз тебя ограничивали, что лишний раз тебе чего-то не позволяли, что лишний раз давали взять страхом над какими-то вашими, вверх страхом над какими-то вашими желаниями. Поэтому, когда ваша трансформация закончится, я вам так хочу сказать, вы будете делать анализ своего пути и будете говорить, блин, я бы сейчас всё сделала по-другому, я бы сейчас всё переиграла, я бы сейчас не держалась там за что-то, я бы там, ну, короче, всё делала по-другому. Но как ни крутите, как ни вертите, да, как бы вы не выкручивались, короче, и тут не сожалевались, смотрите, стандартное значение пятёрки кубков, всё-таки кубки тут ещё стоят, и есть там ещё куда двигаться, к чему стремиться, что делать. И эта десятка пентаклей говорит о том, что всё вот здесь пройденное сделало вас только сильнее, сделало вас только крепче, уверенней, самодостаточней, лучше, чем вы были вчера, понимаете, в любом случае. Что когда вы не идёте через сопротивление, вам даётся всё легко, вы просто наблюдаете себя и эту жизнь. Когда, если какие-то двери закрываются, вы говорите, прекрасно, значит, следующее откроется и будут ещё лучше, значит, следующее всегда. Запомните, это аксиома, выбейте себе татуировкой, запишите в заметках, на листочке. Если что-то из вашей жизни уходит, значит, будет лучше. Значит, придёт лучше. Я проверяла миллион раз, многие проверяли это миллион раз. Если только одна дверь закрывается, серебряная, давайте так, значит, следующее будет золотая, и там будет только намного лучше. Вот здесь тройка пентаклей, а идёте вы к десятке, понимаете, в любом случае к десятке. И вы только лишь лишний раз тебя сами ограничиваете, сами. Пока меняется ещё мышление, пока ещё меняется, но вы стремительно идёте. У вас есть ещё момент недоверия. Давайте так, есть момент недоверия, есть момент лёгкого сопротивления. Изначально оно может включаться в голове, вы его можете отлавливать, можете нет. Но в любом случае, смотрите, вот этот энергообмен, он у вас уже всё-таки налаживается. Вы уже понимаете, что здесь истерия, что вы отдадите, то вы получите. Вот здесь уже приходит примерное осознание. А мы боимся наступления вот этого вот кризиса, когда уже всё, вот я сдаюсь, да? Очень страшно, очень страшно вот это вот истерии, что всё, я сдаюсь, я не знаю, как дальше. Но это иллюзия, понимаете? Это на самом деле иллюзия страха. Это неправдоподобный страх, это только в голове, туз мечей, он только в голове. Не страшно перестать сопротивляться. Как только перестанете сопротивляться, увидите свой внутренний фонарик, который будет вас вести по жизни. Не страшно, мы прекрасно, ещё раз повторюсь, сопротивляться не страшно, это даже где-то будет, понимаете, абсолютно новый этап. Вот как только вы скажете «всё», я принимаю всё, как есть, тогда начнётся новая жизнь. Как сейчас ваша трансформация идёт, идёт, медленно, уверенно, но идёт, идёт она, у вас меняется мышление. И это продолжительный процесс. Нельзя сказать, что вы уже вот, да, у вас будут новые этапы, они будут у вас начинаться, и в промежутках уже эти новые этапы будут в вашей жизни, но я вам скажу сразу, это не конечный результат, и каждый раз вы будете расти, и каждый раз у вас будет новая точка, понимаете, если только вы не будете сами себя останавливать, сами себя тормозить, сами себе что-то придумывать, вот здесь вот что, да вот хорошо же сейчас вот здесь, вот может уже дальше не надо, да, может остановимся. Нет, это определённый самообман, вы всё равно пойдёте дальше, вы всё равно, не будет какой-то деятельности, которая вот только такая, вы будете модернизировать, улучшать, менять, и просто вы это как бы принимаете как факт своей жизни, и расслабляетесь. Ваша ключевая задача – расслабить ум и тело, и отпустить внутреннее несогласие и сопротивление. Совсем и вся. Тогда жизнь начнёт преподносить какие-то новые сюрпризы, и трансформация тогда закончится. Ваша трансформация заключается в полном по десятке кубков комфортном состоянии, вообще, ну как комфортным, гармоничным состоянием на все события. Пришло это в мою жизнь, окей, я буду решать сейчас по мере поступления, да, вот что я сейчас могу сделать, мы от этого отталкиваемся. Если уходит что-то из моей жизни, о, прекрасно, ушло, значит, будет что-то новое, лучшее. Если что-то более неприятное закончилось, вообще прекрасно. Если что-то ушло, как вам казалось, нужное ещё вам, да, значит, ваша душа уже получила опыт, она хочет что-то новое, и, значит, это новое придёт. Вот понимаете, насколько вы открыты, настолько и изобильно к вам вселенная. Ну вот здесь как-то так, по второму варианту. Ну что, и так. Итак, мои прекрасные, что мы с вами смотрим? Мы с вами смотрим вашу трансформацию, как вы в неё вошли, какой промежуточный вариант и с чем вы из неё вышли, вышли, не вышли. Большой вопрос, сейчас будем смотреть. Итак, три карты нам сейчас расскажут. Вы, кстати, тоже находитесь в каком-то сейчас активном процессе. Этот процесс уже запущен, и по трёхке пентаклей у вас действительно могут происходить какие-то изменения на физике, на материалке, изменения с телом. То есть у кого-то будут улучшения каких-то хронических заболеваний, у кого-то же наоборот будет обострение, да, то есть скорее всего какая-то ваша ментальная работа, проработки, возможно, осознание, они сейчас дают какие-то результаты именно касательно физического тела. И если ваш фундамент условно крепкий, вы о своём теле заботились, значит, скорее всего, пройдёте более благополучно, да, более благостно. Если есть какие-то серьёзные затыки, там, пробки, не знаю, энергетические, ещё что-то, да, конечно, здесь телу будет сложно. Но, по идее, всё должно быть хорошо. Итак, с чем вы войдёте? А войдёте вы примерно с ощущением того, что вы можете всё, что вы всесильны, в трансформацию влетите, да, что у вас, скажем так, мне почему-то ещё идёт достаточно несанкционирование, ну, не то чтобы использование каких-то сил и возможностей, но, допустим, да, какое-то несанкционированное использование своих инструментов. Например, мы начинаем спасать того, кого спасать не нужно, допустим, да, мы начинаем там вмешиваться куда-то, мы ведём какую-то активную деятельность, потому что мне кажется, что здесь вы были как будто бы уж очень сильно активны, и это поспособствовало вашей дальнейшей трансформации. Тужезлов – это всегда у нас повышенная идейность. Знаете, это когда идёт сначала идея, а потом человек. То есть вы на всё знали ответы, вы везде были кругом веком, везде первая или первые, везде всё знаю, везде всё понимаю. То есть вот из серии немножечко всезнаек, да, Тужезлов – эта карта всегда, не всегда, но часто говорит о том, что мы прекрасно владеем каким-то инструментом и активно ним пользуемся. В вашем случае этот инструмент был энергетический. Но я предполагаю, что по тройкам это ещё были и знания, и умственные какие-то достаточно неплохие данные, но тем не менее энергией вы тут управляли достаточно сильно. Королева Пентакли – это говорит ещё о том, что вы были крайне проявлены, то есть достаточно изобильных, либо сольные, и вообще в целом у вас от идеи до действия был очень короткий промежуток. То есть раньше вы намного быстрее достигали своих целей, или вас мало что останавливало, то есть вы, скорее всего, достаточно вели активную деятельность, вы всегда, как мне здесь показывают, были при деньгах, то есть вы всегда себя чувствовали уверенно, у вас не было каких-то страхов определённых до какого-то периода, да, мы смотрим, что вас издело в вашу трансформацию. То есть здесь была такая уверенность, что я всё могу, я всё сумею, и вообще в целом у меня нет никаких ограничивающих препятствий, да, то есть такое обретение какое-то внутреннее было, да, такое внутреннее силы. Здесь ещё было крепкое, устойчивое здоровье, и, скорее всего, энергии у вас было хоть отбавляй, то есть здесь была такая женщина, которая была очень сильна энергетически, физически, по всей вероятности, вы очень выносливы были, и достаточно, ну вот мне идёт всё-таки, что здоровый. Я не вижу здесь в прошлом проблем, прям очень сильных со здоровьем. Двыка Пентаклим, о чём она говорит тут, скорее всего... Сейчас послушаю, что пойдёт. Смотрите, очень большая целеустремлённость, то есть вы не просто были на коне, сидели, да, и чувствовали себя уверенно, вы вообще стояли на коне и просто неслись, у вас не было никаких преград. Вот, к чему неслись, чего хотели, давайте посмотрим, чего хотели. Король мечей, смотрите, ну, давайте так. Во-первых, была определённая борьба за справедливость, потому что это у нас тут, король мечей, он у нас тут шрифт, да, и он тут связывает, собственно говоря, мошенников, да, людей, которые каким-то образом себя некорректно вели, или ограбили банк, или ещё что-то, да, если мы немножечко снижаем градус серьёзности. И здесь получается, смотрите, вот он следит и блюдит за порядком. И вы следили и блюдили за порядком уже не только в своей жизни, да, но своей очень большой активностью вы хотели охватить и другие сферы, возможно, вашей семьи, вашей жизни, ваших там, возможно, на работе каких-то нюансов. То есть вы были такой, короче, вы с пистолетом метафорически, это было ваше слово, потому что это мечей, да, вы везде вносили своё правдивое, точное слово и, знаете, как рубили с плеча. Скорее всего, где-то вы очень активничали, где-то вы очень активничали в этом плане. Но я могу предположить, что немножечко провалились уже в спасательство, потому что всё-таки помощь, сострадание и справедливость – это хорошо. Тогда, когда оно в балансе, а когда мы начинаем уже проваливаться в состоянии именно спасательства и начинаем спасать тех, кто нас об этом не просил, нас будут останавливать и садить в ограничения. Скорее всего, посадят в ограничения настолько, чтобы вы занимались лишь только своей жизнью. Каким образом посадят? Внешними какими-то обстоятельствами, то есть к вам притянутся люди, события, какие-то ситуации, которые просто не позволят вам заниматься. У вас не будет ни времени, ни сил, ни желания заниматься кем-то другим. Вы будете целенаправленно лишь только в себя, вовнутрь смотреть или вовнутрь своей семьи, или вовнутрь себя непосредственно, потому что вам просто будет жизненно необходимо решать те задачи, которые на вас свалились. А они свалятся, безусловно. Таким образом, вас немножечко притормозят, потому что силы много, а пользоваться вы ей не умели в какой-то степени. Да, вы смотрите, вот это вот из серии, когда нам кажется, что мы делаем добро, но там есть какие-то выгоды, обслуживание каких-то своих теневых сторон, вот этого всемогущества, допустим, это когда очень сильный 15-й аркан внутри, это когда мы не согласны с той, скажем так, справедливостью, которая происходит, и активно мы не понимаем, где вот эти грани, да, то есть где мы можем вмешаться, а где уже здесь нужно отпустить, оставить ситуацию, да, то есть не трогать ее, потому что она должна, там есть тоже люди, которые несут за нее ответственность, и они должны решать вопросы, а не вы должны с шашкой на голову бежать и спасать там всех, и не давать человеку проходить какой-то его путь, набивание там своих шишек, да. И вот здесь, скорее всего, вы очень много собрали камней, условно, которые не ваши, вы очень много попроходили каких-то уроков чужих, которые вас не касались, или касались очень косвенно, они могли просто находиться в вашем окружении, но вас туда никто не просил вмешиваться, но сердобольность человеческая велика, и, скорее всего, вы со своим вот этим чувством справедливости могли тут помогать тем, кого, кто вас об этом не просил, и всегда помним, что мы все делаем лишь только по запросу, это очень важно, и когда запроса нет, мы занимаемся своей жизнью, да, и тут нас вогнали в ограничения, прекрасно, там еще восьмерка кубков, то есть мы начали заниматься поиском, как нам выпутаться из своих каких-то ситуаций, которые, скорее всего, в вашей жизни случились. Давайте посмотрим, что же произошло, покажут нам, что же произошло по факту. Скорее всего, пошли отработки за чужие камни, да, за чужое собирание. Ну да, смотрите, шестерка Пентакли, пошли обратные, пошли какие-то определенные причинно-следственные связи, ну, раз ты решила взять чьи-то уроки на себя, там, помогать излишне, там, где это не нужно было, да, ну, собственно, держи гранату, да, собственно, и отрабатывай, ведь тебя же, как говорится, никто-то не тащил нахально, ты сама вызвалась или сам, да, когда немножечко мы законов мироздания не знаем, как это работает, мы можем, да, быть уж сильно чересчур прибоёшными такими, да, то есть прям вот нам нужно всех-всех спасти, всем помочь, вот мир такой несправедливый. У вас начались проблемы в отношениях, у вас начались проблемы в вашей семье, это четвёрка жезлов, могли начаться проблемы с детьми, могли начаться серьёзные проблемы с партнёром, то есть максимально ваше внимание переключили извне вовнутрь, да, смотрите, то есть полностью вас закрыли, изолировали, и, скорее всего, здесь случились достаточно серьёзные, вот посмотрите, ещё ребёнок у неё за плечами, и она тащит большой груз ответственности, то есть или здесь произошли изменения, да, с супругом, и по какой-то причине вам пришлось тащить всю ответственность на себе, вам просто было некогда больше помогать, да, это всё-таки карта тяжёлая, когда мы тащим из-за себя, из-за того парня, да, или же здесь ситуация, когда нам приходится за кем-то ухаживать, потому что здесь маленький ребёночек, он у неё за спиной, да, то есть вам стало вдруг по каким-то обстоятельствам необходимо тащить за собой ещё что-то, да, что-то или кого-то, или это в какой-то степени родители, которые стареют и становятся как дети, и нам приходится за ними следить, да, или дети начинают излишне часто болеть, и у нас просто, ну, нет больше возможности, да, и мы начинаем думать, а почему так часто болеют мои дети, а что вообще такое происходит, ну, то есть всё, начались какие-то кармические, может быть, отработки, может быть, какие-то ситуации, то есть немножечко вашу самоуверенность в своих силах начали подбивать. Ладно, промежуток. Ну вот, видите, он у нас здесь доктор Альболит, понимаете, у нас здесь доктор Альболит, и в какой-то степени, видите, тут реально доктор, это король кубков, и он здесь у нас стоит с чемоданчиком и с микстурой, то есть вы осознали, что нужно спасать, лечить себя, да, прежде всего, и что-то нужно делать непосредственно в своей семье, потому что, скорее всего, на других уже нет ни энергии, ни сил, да, это именно внутреннее исцеление пошло какое-то, вам это просто было необходимо, потому что здесь, скорее всего, вы себя загнали. И что ещё хочу сказать по десятке жезлов, здесь, скорее всего, было очень тяжело уже энергетически. Я не рассказываю конкретно каждую ситуацию, которая могла произойти, да, каждую какую-то ситуацию, в которой вы чувствовали, что у вас сейчас какой-то тяжёлый период жизни, это ещё раз говорю, и отношения, и дети, и родители, то есть максимально будут вас возвращать, да, из вне вовнутрь, и как бы закрывать в этом двойке мечей, как будто бы закрывать вот в этом вот состоянии. И вот здесь, получается, трансформация шла именно во внутреннем исцелении. Во-первых, своих чувств, потому что это же ещё и раненый лекарь, понимаете, это когда мы сами не исцелены, но пытаемся спасти весь мир. Это когда у самих травм до жопы, простите, просто хоть жопой жуй, да, и там из детства, и из жизни, и из отношений, да, там и предательства, и всё, а мы пытаемся спасать там кого-то другого, и ещё рассказываем, как нужно кому-то, да, хотя мы сами не знаем, как по факту нужно, мы сами эту ситуацию в себе ещё пока не исцелили. И здесь будет именно распаковка внутренних каких-то знаний. А сознание, скорее всего, это и тоже какой-то определённый момент, который запускает вашу трансформацию, потому что просто вы начнёте задавать очень много вопросов вообще в жизни, что случилось, да, почему в моей жизни всё было так прекрасно, а потом стало всё так вот, так вот не очень. Да, вот, смотрите, видите, очень медленно и верно по рыцарю, ну, даже, может быть, не очень медленно, но очень сильно верно вас извне повернули вовнутрь своего отшельника, вас закрыли в глубине себя, то есть всё ваше внимание обратили на свои чувства, на свои эмоции, на свою энергетику, на своё качество этой энергетики. И это был, да, такой промежуточный момент периода вашей трансформации. Возможно, он идёт и по сей день, потому что у вас идут какие-то процессы. Сначала начинается вовнутри нас, да, а потом у нас это всё проявляется наружу. Смотрите, да, это определённо ещё пока не конец, потому что это колесо фортуны, и как бы здесь вот не было бы это всё дело циклично, то есть, скорее всего, вы вошли во вкус относительно трансформации, и можете, скорее всего, прыгать из одной в другую через какие-то осознания, через какие-то, то есть, вам понравилось где-то, скорее всего, проходить, возможно, вы стали видеть какой-то результат от того, что из ваших каких-то внутренних поисков, ещё что-то, да, вы видите какие-то изменения. Я хочу вот это колесо, это что, вас всё-таки передают на следующий уровень, это переход на следующий уровень или это откат в какие-то ситуации? Давайте так, этот переход всё никак не случится, потому что уже у вас было много пропущенных возможностей изменить, да, что-то в своей жизни много, не то что пропущенных, просто вы почему-то посчитали нужным не обратить на них внимание, или не поняли, что это возможности, да, или как-то вы подумали, что вам и так хорошо, или вам это неинтересно, потому что четвёрка кубка всё-таки говорит об отсутствии интереса. Да, у меня почему-то здесь чувство, что вы немножко пересидели в отшельнике почему-то, потому что как бы здесь нужно было из отшельника-то выходить и уже как-то проявляться в этот новый мир, но такое ощущение, что вы словили определённый кайф вот в этом вот нахождении внутри себя, вот в этом, возможно, копание, осознание, наблюдение, да, потому что отшельник – это всегда вовнутрь. То есть какая задача-то была? Активное, неправильное применение, посадить немножечко на самоизоляцию в процесс, да, посидели на самоизоляции, подумали, проработали, поцелили, над собой что-то сделали, и выходим на следующий уровень, а у нас немножечко, ну или просто в целом каким-то образом проявляемся, а у нас немножечко пошло, что а посижу-ка я здесь, а зачем мне туда нужно, я не хочу уже выходить из этого внутреннего состояния, потому что, ещё раз повторяюсь, нашли много плюшек в своём отшельнике, нашли много комфорта в нём, и, скорее всего, уходить вам будет из него крайне сложно, потому что вы не видите смысла, зачем вам это делать, зачем, почему, для чего, то есть какая цель, ну, то есть какая цель, почему я отсюда должна выходить, я отсюда должна выходить, то есть в вашем отшельнике вам уже на самом деле комфортно, вы, скорее всего, уже очень сильно в нём кайфанули, взяли плюшки, да, то есть из состояния в отшельнике, и как бы давать в своей жизни, собственно говоря, какие-то перемены, вроде как уже это и ни к чему, и поэтому на самом деле вы можете находиться в переходном периоде, да, то есть где-то вы понимаете, что, скорее всего, важно на самом деле что-то менять в своей жизни, но это такое, знаете, более вяло текущее, скорее всего, состояние, потому что в отшельнике нам хорошо, давайте посмотрим, хорошо вам в отшельнике, да, вообще прекрасно, вы, когда находитесь наедине с собой, вы максимально как бы напитываетесь энергией, это рыцарь жезлов, вы максимально себя комфортно чувствуете, и когда на самом деле вы в отшельнике, у вас очень много энергии на работу, то есть люди, которым очень комфортно с самим собой, когда вы, кстати, можете работать индивидуально на себя, да, то есть вы не терпите никаких начальствующих над собой людей, потому что, скорее всего, вам некомфортно, вы любите делать все по-своему, и отшельник в данном случае он для вас и, скажем так, и внутренний начальник, да, и внутренний комфорт, и внутренняя релаксация, и отдых, и вот такое состояние медитации, да, когда вы сами с собой, вы максимально умеете брать из отшельника энергию, то есть если кто-то в отшельнике очень сильно страдает, ему там очень плохо, и они не приемлят одиночество, есть такие люди, да, то здесь, скорее всего, меня будут смотреть люди больше интровертированные, да, и, скорее всего, еще может быть такое, что вы не очень социально активны, не любите популярность, не любите, когда к вам большое количество внимания, вы начинаете себя как-то некомфортно чувствовать, вы любите так, не отсвечивать. Я это говорила в предыдущих раскладах, но это, собственно говоря, попадает и сюда, и вам, грубо говоря, в своем отшельнике очень комфортно, вы там получаете максимум удовольствия. Хорошо, давайте же все-таки посмотрим, на каком, наверное, этапе, да, ваша трансформация на данный момент находится, если вы чувствуете, что она у вас есть. Какой это этап? Ну, самый, что не есть активный, и при том, что, скорее всего, вы эти процессы по колеснице осознаете, да, то есть вы прекрасно понимаете, что у вас сейчас какой-то сильно переходный период, и я так хочу сказать, здесь по факту вы практически готовы к переменам, вы понимаете, что как бы вам здесь не было хорошо, а что-то менять все-таки нужно в своей жизни, потому что состояние повешенного, вот этого, знаете, ни туда, ни сюда может уже потихонечку быть все-таки некомфортным. То есть, с одной стороны, вроде как и комфортно, да, а с другой стороны, вы понимаете, чтобы что-то в свою жизнь добавить, привнести, изменить, да, уже нужно что-то менять. При этом, что еще может быть? Здесь могут быть небольшие или большие, у каждого будет по-разному, ухудшения по работе, потому что все-таки для того, чтобы были перемены, из отшельника нужно выходить, да, то есть из отшельника нужно уметь эти энергии менять, потому что, смотрите, девятка жезлов говорит о том, что все меньше и меньше энергетического заряда там, то есть, да, вы еще раньше было очень много, и вам было очень комфортно, сейчас становится потихонечку все меньше и меньше, и, возможно, вы уже чувствуете и здесь, и вот вам как бы и в новое идти дискомфорт, да, то есть как-то вот непонятно, что происходит, да, и вот здесь вроде как уже и тоже становится все-таки тесновато. И вы сейчас ищите, как бы вам по колеснице, да, вы стараетесь взять в руки этот момент, то есть не чтобы он сам по себе произошел, а чтобы вы его проконтролировали, да, потому что контроля и, скажем так, отслеживания событий у вас, планирования событий у вас тоже хватает. Поэтому здесь, смотрите, вам хочется уже что-то изменить в своем благосостоянии, возможно, хочется увеличить доход или поменять сферу деятельности, или добавить сферу деятельности, здесь у вас будет по-разному, но, смотрите, девятка Пентакли может еще говорить о, это все-таки как работа с землей, не то чтобы работа с землей, а все-таки что-то такое, не какое-то интеллектуальное, вот у меня интеллектуальный труд, да, а все-таки какой-то более материально проявленный. Вы это прекрасно понимаете, вы сейчас, смотрите, ищите перспективы. И, скорее всего, найдете, да, я говорила о том, что ухудшение материального положения, потому что в той сфере, где вы были в отшельнике и где вы работали, условно, становится все меньше и меньше дохода, ну, то есть так может тоже быть, или он становится какой-то прерывистый, или ухудшаются энергетические ваши запасы, да, и вы чувствуете уже тоже определенное истощение. А так как энергия, энергия, денег, да, это прежде всего наша возможность раскачать эту энергию, здесь уже могут проседать нюансы, я это все сказала. Ваша трансформация сейчас находится в активной стадии, она не завершена, и эта трансформация выключается в переходе на новый уровень, на какие-то новые финансовые возможности, новые открытые какие-то для вас возможности. Но тройка жезлов здесь все-таки нужно будет, да, выползать, я это уже все сказала, повторяться не буду. Поэтому давайте так, перспективы для вас открыты, я думаю, вы постепенно созреете, для всего нужно время, и для тех, кто смотрит третий вариант, особенно время, тоже будет необходимо. Это не так, что вы хоп и перескочили, нет, вы пока еще не испытываете от этого огромной радости, но умом уже понимаете, да, где-то внутри у вас уже щелкает, что пора, пора, я подвосиделась или подвосиделся. Поэтому давайте вам на будущее, да, смотрите, придется все-таки что-то для себя открывать новое, Папажу Пентакли, искать новые смыслы, может быть, учиться чему-то, учиться в каком плане. Обучение, оно может быть разное, даже если вы элементарно начнете осваивать там более какие-то современные интернет-девайсы, да, для вас это уже будет такое определенное обучение. Что здесь еще хочу сказать, что еще хочу сказать? Есть небольшие из подсознания конфликты с прошлым, потому что, скорее всего, есть определенная опора на предыдущий опыт. Может быть, вас подтягивают назад родовые программы, и вы находитесь в состоянии такого перехода, когда понимаете, что нужно, да, и сложно как бы распрощаться со старым. Эго на самом деле очень активно работает. Ну, в целом, оно в любом случае, вы в любом случае дойдете до своей цели, какой бы она у вас ни была. Поэтому берите в руки ситуацию, активно используйте все свои инструменты, возможности. У вас их очень много, и на данный момент у кого-то это прошедшее время, у кого-то это настоящее время. Кто-то сейчас в определенной стадии находится, да, у кто-то до, кто-то в середине, кто-то уже закончил, или уже, как говорится, на фазе, да, завершения. Поэтому здесь все-таки вам не опускать руки, не расстраиваться, понимая, что по четверке кубков вроде как возможностей и много, да, но как, куда, вы пока открыты для перспектив. В целом, открытыми и оставайтесь, внимательно смотрите глазками, да, внимательно наблюдайте. Я думаю, обязательно плоды будут. Будут? Ну, обязательно. По десятке пентаклей вы прекрасно найдете. Здесь еще, понимаете, по десятке пентаклей может быть возвращение к корням. Уж не знаю, о чем это говорит, но вот слышу такую фразу «возвращение к корням». То ли вы вернетесь к какой-то деятельности, которой занимались ваши предки, то ли планируете ли или хотите ли, то ли это какое-то родовое ремесло, то ли это что-то связанное с вашим родом. Видите, это земля, род. Может быть, вы хотите и планируете вернуться на свою родину, да, то есть для кого-то так будет. Но это как возвращение к корням. И когда вы туда возвращаетесь, там, соответственно, ваша трансформация завершается, но чувствуете вы себя там по королеве кубков эмоционально очень и очень комфортно. Вас это эмоционально, энергетически наполняет. Наполняет как влагой, да, это видите, это именно возвращение. Наполняет как живительной силой, энергией, влагой, то есть вот это вот напитывает вас, вашу душу, ваше тело. Вам от этого очень комфортно. Вот такой был третий вариант. Я вас благодарю за просмотр. Прощаюсь с вами до новых раскладов. Пишите обратную связь обязательно, как вам отыгрался расклад. И я буду с вами прощаться. Пока-пока.